Доброе утро! О событиях минувшего дня вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Анастасия Кирпичёва. Смотрите в нашем выпуске. Будут судить за убийство с особой жестокостью. Подросток, которого обвиняют в сожжении девочки в посёлке Октябрьский, признан вменяемым. Для одних подорожает, для других подешевеет. В ноябре пермики получат октябрьские квитанции за вывоз мусора, рассчитанные по новому тарифу. Маленькая да удаленькая. Девочка из Перми установила рекорд России по отжиманию на брусьях с дополнительным весом. Еще две жизни чуть не унес тонкий лёд. На пруду в районе СНТ Заозерный, в Кировском районе Перми двое школьников 9 и 14 лет решили порыбачить. Дети вышли на лёд, который проломился, и ребята оказались в воде. Мальчиков спасли очевидцы и передали бригаде скорой помощи. Оперативные службы напоминают, для выхода человека на лёд его минимальная толщина должна быть не менее 10 сантиметров. В этом сезоне первый лёд уже погубил троих жителей Прикамья. По словам спасателей, даже провалившись под лёд можно спастись. Если попали под воду, в первую очередь надо сохранять самообладание, не паниковать. По возможности раскинуть руки в стороны, чтобы обеспечить большую площадь покрытия и ползти, пытаться в ту сторону, откуда пришли. Если есть рядом люди, звать на помощь и самое главное не сдаваться, бороться до конца. Если вы видите, что человек провалился, следует лечь на живот и протянуть ему палку, верёвку или одежду, чтобы он мог ухватить её. Затем плавно вытянуть человека из воды и ползком продвигаться к берегу тем же путём, которым пришли. Оказавшись в безопасности, нужно вызвать скорую помощь. Снять с пострадавшего мокрую одежду, завернуть его в сухое и напоить чем-нибудь тёплым. Мошенников на чужом горе ждёт суд. Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовным делам в отношении двух участников организованной преступной группы. Их обвиняют в кражах с банковских счетов и мошенничестве. Одной из жертв телефонных вымогателей стала мать погибшего на СВО жителя Гремячинска. Это кадры оперативной съёмки во время задержания четырёх жителей Казани. Оперативники в ходе обыска помещения нашли 50 мобильников, 250 симок и около 380 банковских карт. Установлено, что эта квартира была специально арендована под штаб, откуда злоумышленники проводили операции по обналичиванию и переводу чужих средств. В том числе и денег, которые им перевела жительница Гремячинска Валентина Нечаева. Её сын погиб, выполняя боевой долг на Украине в марте прошлого года. Мошенникам удалось выменить у Валентины более 12 миллионов рублей. Это деньги, выплаченные ей в качестве компенсации за потерю сына, а также заёмные средства. Как заключила прокуратура Пермского края, всего соучастники с мая по июль 2022 года совершили 12 преступлений в отношении 12 граждан, проживающих на территории разных субъектов страны. Сумма общего ущерба составила более 15 миллионов рублей. В связи с заключением с обвиняемыми до судебного соглашения о сотрудничестве, а также принимая во внимание факт осуществления преступной деятельности на территории Республики Татарстана, уголовное дело будет направлено в Приворский районный суд Казани. Дело в отношении остальных соучастников выделено в отдельное производство, ведётся следствие, а также устанавливается причастность иных лиц. Подросток, которого обвиняют в сожжении девочки в посёлке Октябрьский, по результатам психолого-психиатрической экспертизы, признан вменяемым. Об этом ссылаясь на свой источник, сообщает портал 59.ру. Напомним, по версии следователей, в ночь на 8 июля 15-летняя школьница пришла в дом к 16-летнему знакомому. Что именно произошло между ними, не разглашается, но через несколько часов обнажённую, обгоревшую девушку, лежавшую у железнодорожных путей, обнаружил рабочий. Пострадавшую сначала отвезли в местную больницу, а затем на вертолёте транспортировали в Пермь. В данном следствии, 8 июля 2023 года, обвиняемый облил горючей жидкостью и поджог свою несовершеннолетнюю знакомую. С обширными ожогами потерпевшая была доставлена в госпитализированное медицинское учреждение. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избраны меры пресечения или заключения под стражу. Спустя 10 дней пострадавшая скончалась в реанимации. Расследовать уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью» глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СКР. Отметим, изначально местные жители заявляли, что к совершению преступления могут быть причастны несколько человек. Сейчас следственные действия продолжаются. Самолёт Пермь-Санкт-Петербург совершил вынужденную посадку в Москве. Боинг-737 авиакомпании «Победа» сел в московском аэропорту Внуково. Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», причиной стало растрескивание внешнего обогреваемого несилового слоя лобового стекла второго пилота. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Для одних вывоз мусора подорожает, для других подешевеет. В ноябре Пермяки получат октябрьские квитанции за эту услугу по новым тарифам, утвержденным на федеральном уровне для разных категорий жителей. Об этом предупреждает Министерство ЖКХ при Камье. Применение новых нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов будет разделено по потребителям. Для жителей многоквартирных домов норматив установлен 219,4 килограмма в год. Для ИЖС – 257,43 килограмма в год. В денежном выражении для жителей многоквартирных домов плата за вывоз мусора составит 108 рублей 30 копеек. Для жителей частных домов плата за вывоз мусора – 127 рублей 7 копеек с человека. До этого плата на человека в месяц составляла 117 рублей 18 копеек, независимо от того, проживает он в многоквартирном доме или в индивидуальном домовладении. Этот норматив действовал с сентября прошлого года, но его отменил Пермский краевой суд. Решение вступило в законную силу. Истцом по делу выступила Ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт». Плату за проезд в общественном транспорте Перми планируют повышать ежегодно. Так, цена на разовых билетах в пермских автобусах и трамваях с 15 апреля будущего года должна составить 37 рублей. С 15 апреля 2025 года – 39 рублей. Еще через год – 40. Мэрия планирует установить новую стоимость проездных билетов. Это следует из проекта постановления администрации. Установить с 15 апреля 2024 года стоимость проездных билетов на перевозки пассажиров по регулируемым тарифам. На поездку со скидкой 50% – 19 рублей. Проездной на день – 139 рублей. На 15 дней – 999 рублей. 40 поездок в месяц – 1332 рубля. Безлимитный проездной на месяц – 1887 рублей. На три месяца – 5328 рублей. На 12 – 14430 рублей. В последующие два года стоимость проездных также будет увеличиваться. Например, безлимитный месяц с 15 апреля 2025 года обойдется в 1989 рублей, а еще через год – в 2040 рублей. До 13 ноября проект постановления должен пройти независимую антикоррупционную экспертизу. Затем новую стоимость проездной должны будут утвердить депутаты городской думы. Напомним, что если величину тарифов на проезд мэрия определяет самостоятельно, то стоимость льготных и гражданских проездных согласовывает дума. Человек и пассажир. Ласточка в Перми добралась до нового рубежа. Современными электричками жители и гости нашего города пользуются все чаще. Набралось уже 7,5 миллионов поездок. Пассажиры, которые довел это число до Круглого, железнодорожники поприветствовали на станции Пермь-2. Вам повезло. Почему? Потому что вы у нас стали 7,5 миллионным пассажиром. Честно? Честно. 7,5 миллионным пассажиром стала Софья Чернова. И день этот стал для нее вдвойне приятным. Ведь с тортом она отправилась в поездку к матери, чтобы отпраздновать свой день рождения. Пользуемся электричкой примерно раз в два месяца. Ездим в гости к моей маме. И пока что все. Очень удобно, потому что быстрее, чем на автобусах через весь город. Да, очень быстро, комфортно. Летом не жарко, зимой не холодно. Всегда есть свободные места. Очень приятно ездить. Вот так весело, празднично и с комфортом «Ласточка» перевезла в Прикаме 7,5 миллионов пассажиров. На это потребовалось 5 лет. Начинали с 4 маршрутов, сейчас курсирует уже 10 составов. А маршрутов после появления проекта «Компактный город» стало 55. В планах на следующий год это, безусловно, развитие компактного города, это дополнительные электрички, это дополнительные остановки, которые у нас должны появиться, это и высокие платформы на ряде остановок. Сейчас идут разработки проектной документации по Перми первой, по высокой платформе и по остановке на Попово, где в центре города появится еще одна дополнительная возможность сесть и выйти с наших городских электропоездов. Гонконгский грипп уже в Прикаме. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что на территории края выявили три случая со штаммом АН3Н2. Печальную славу он обрел в 60-е годы прошлого века после вспышки заболевания в Гонконге. Тогда, во время пандемии, на планете умерло несколько миллионов человек. Впрочем, это дела давно минувших дней и пугаться не стоит, говорят специалисты. Это обычный сезонный грипп, который циркулирует ежегодно. Случаи гриппа зарегистрированы среди взрослого населения. Симптомы, вызванные вирусом гриппа АН3Н2, не отличаются от симптомов, вызванные другими вирусами гриппа. Для них характерны высокая температура, симптомы интоксикации, такие как ломота в теле, боли в мышцах, боли в глазных яблоках, слабость. Гонконгский грипп уже выявили в нескольких регионах России. Помимо Пермского края, в списке мест, где зафиксировали случаи заболевания – Камчатка, Сахалин, Амурская и Тюменская области. Врачи отмечают, что важно сразу же начать лечение. Особенность штамма такова, что инкубационный период очень короткий. Болезнь развивается стремительно. Наиболее подвержены заражению люди с ослабленным иммунитетом. Основным средством профилактики является вакцинация. В настоящее время вакцина против гриппа доступна во всех медицинских организациях, прививаться еще не поздно. Если вы заболели, почувствовали недомогание или повышение температуры, необходимо обратиться к врачу и соблюдать все его назначения. Не следует пренебрегать и другими мерами профилактики, говорят в Роспотребнадзоре. Следует соблюдать респираторный этикет, правила личной гигиены, чаще бывать на свежем воздухе и проветривать помещение. Юлия Закова, Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Кафе «Сказка», расположенное в индустриальном районе Перми, по решению суда закрыли на месяц. В этом заведении питались отравившиеся дети, участники циркового фестиваля. Представить работу точки общепита решил суд. Причина, выявленные Роспотребнадзором нарушения. У заболевших обнаружена РНК-мара вируса. Причиной стали заболевшие сотрудники пищеблока, интерпетали с детей. Управлением Роспотребнадзора выдано предписание о приостановке деятельности пищеблока. Материалы об административном нарушении в отношении предпринимателя переданы в суд. В пищеблоке столовой отобраны смылы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья. Расследование, проведенное надзорным органом, показало, выявленных нарушений более чем достаточно для разбирательства. О них сообщает Индустриальный районный суд. При проведении санитарно-эпидемиологического расследования в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у детей, питание которых было организовано в кафе «Сказка», допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, среди которых нарушение условий хранения пищевой продукции, отсутствие маркировки некоторых продуктов питания, а также иные нарушения требований СанПин. В итоге суд признал предпринимателя виновным в административном правонарушении и приостановил работу кафе на 30 суток. Напомним, в конце октября более 20 детей, участников Всероссийского фестиваля конкурса детских любительских цирковых коллективов, почувствовали себя плохо и попали в больницу с норовирусом. Все они завтракали и обедали в кафе при одной из пермских гостиниц в Индустриальном районе. Из-за отравления заключительную часть фестиваля галоконцерт пришлось отменить. В полуфинал битвы роботов попала пермская команда «Зверобой». За ребят проголосовало больше 5800 человек в группе чемпионата. Напомним, битва роботов – это соревнование инженеров, конструкторов и разработчиков робототехники, которое проводят в России с 2015 года. Во время него машины на радиоуправлении вступают в бой на специально оборудованном ринге. Мероприятие стало частью флагманского события «Трехсотлетие Перми» – форума «Россия. Спортивная держава». У-у-у-у-у-у-у-у! Зверобой против Гены! Как же это звучит символично! Но о-о-о-о-о! Ой, как же опять-таки, кажется, спина может переиграть в этой ситуации горизонтально. И нужно когда-то покручиваться, зверобоя пытаться. Буквально 15 секунд прошло. Это на проте настояние. 21 октября в Перми завершился второй этап международного чемпионата «Битва роботов». В турнире участвовали 34 команды, среди которых были представители России, Индии и Китая. По итогам очередного отборочного этапа в полуфинал прошли 9 команд. «Брутальнейшие участники битвы роботов! Медоед на экране с четырьмя когтями впереди и вертикальным спиннером, и сине-оранжевый зверобой с горизонтальным спиннером. И вот спиннеры столкнулись, подбрасывают зверобоя и тут же удар в бочину от медоеда. Вот это титаны битвы роботов, крайне агрессивные». Но «Битва роботов» не бросает своих участников и всегда есть шанс на возвращение одной команды. В акции «Спаси робота!» участвовали команды, не прошедшие в следующий этап на отборочных соревнованиях. Именно поэтому разработчики из пермской команды «Зверобой» получили свой заветный шанс. По итогам зрительского голосования пермики вырвали билет в полуфинал главной битвы. Завершилось голосование «Спаси робота!» С отрывом более 500 голосов в битву роботов возвращается робот-зверобой из одноименной пермской команды. «Зверобой» сочетает в себе опыт прошлых турниров по битве роботов, талант инженерной мысли и настрой победителей. «Излечим всех роботов в борьбе за победу» – так звучит девиз пермской команды. И мы желаем ей удачи в полуфинале. Он, как и финал, пройдет до конца этого года в Москве. Там изобретатели и лучшие технологии со всего мира покажут свое мастерство и постоят за общий призовой фонд в 6 миллионов рублей. Юлия Алеева, Анастасия Кирпичева, Телевизионная служба новостей. Новая эра в жизни галереи. Отчет пошел. Пермская художественная галерея отметила 101-й день рождения. В честь этой даты весь коллектив сотрудников сделал фото на память в здании Спаса Преображенского собора. Напомним, здесь галерея провела 90 лет и отсюда вскоре переедет в новое здание. Процесс упаковки и перемещения экспонатов продлится год. На этот период времени специалисты планируют серию выездных выставок из своих коллекций. Первая откроется уже в декабре, сообщил изданию новый компаньон директор галереи Юлия Таврезян. Даже когда галерея будет закрыта, у нас будут работать выставки. Мы хотим, чтобы про нас помнили. Сейчас готовимся к большой экспозиции, которая пройдет на площадке Центрального выставочного зала и будет посвящена интерпретации пермского искусства, его происхождению. В ней будет участвовать несколько музеев Перми и Пермского края, а также Эрмитаж. Экспозиция будет называться «Территория памяти». Известно, что государственный Эрмитаж предоставит для нее древнеиранское блюдо из серебра. В свое время это изделие в виде клада было найдено в Прикамье. Пермская земля сохранила достаточно много подобных артефактов. Большинство этих предметов со временем были перевезены в Эрмитаж. В 2010 году его специалисты привозили в Пермь выставку древнеиранского серебра. В Эрмитаже вещи подлинные, коллекция эта считается эталонной, именно потому, что известны обстоятельства их находки. Вот этим цена коллекции, этим мы обязаны Пермскому краю. Маленькая да удаленькая. Девочка из Перми установила рекорд России по отжиманию на брусьях с дополнительным весом. Пока, правда, неофициальный. В соцсетях расходится видео, на котором 7-летняя Лидия Котельникова отжимается с утяжелением. 5-килограммовой бутылью воды 8 раз. По словам мамы, Лида тренируется 8 раз в неделю. К этому рекорду готовились 3 месяца. Очень любит побеждать и мечтает стать самой сильной в мире. Но рекорд дочки еще не зарегистрирован, так как у семью на это не хватает денег, добавляет мама. Наш эфир продолжается. Не переключайтесь.